Всем привет, вы на канале UsefulVideo и сегодня я покажу вам, как сделать график работы в Excel. Для начала выставим даты с 1 по 31 число. Мы не будем прописывать все числа вручную, а воспользуемся специальной формулой. Для этого в ячейке ставим единицу, а в соседней пишем знак равно и вводим эту простую формулу. Затем растягиваем ее в правую сторону. Теперь выделяем столбцы и выравниваем их таким образом, чтобы они поместились в одну страницу. Дальше добавляем дополнительные строки и столбцы, даем им название и вписываем все необходимые данные, после чего добавляем границы. О том, как это делается, я подробно рассказывал в ролике по созданию таблиц, которую вы также можете найти на канале UsefulVideo. Ниже под графиком укажите цветовые обозначения. Например, выходные дни зеленым цветом, отпуск желтым, а больничный красным. Для того, чтобы ускорить заполнение графика, воспользуйтесь копированием. Для того, чтобы скопировать содержимое ячейки, нажмите Ctrl-C и с помощью клавиш Ctrl-V вставьте в нужную ячейку. А для заливки ячейок зеленым цветом, там где у сотрудника выходные, нужно нажать Ctrl и не отпуская эту клавишу, клацнуть по тем ячейкам, которым требуется применить заливку. Таким образом, нужные ячейки выделены и осталось только выбрать соответствующий цвет и аналогично заполняем весь график. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В столбце «Количество часов» делаем расчет. Подробнее о том, как считать в Excel, можно узнать из предыдущих уроков. Если сотрудник уходит в отпуск или на больничный, вы всегда можете легко скорректировать график, удалив числовые значения из ячеек тех дней, в которые сотрудник будет отсутствовать на работе, и выделить данные ячейки соответствующим цветом. Продолжение следует... Продолжение следует...